Всем привет! С вами канал Артмания. Захожу к сыну в комнату и смотрите, что я вижу. Он уже просто добрался до набивки матраса. Ты его весь что ли? Или на половину? Кошмар! Дим! А на чем ты будешь спать вообще? Офигеть! Ты его весь что ли? Матрас почти. А, с той стороны еще осталось. Кошмар! Дима! Зачем ты все вытащил? Зачем ты все вытащил? Это вот что такое вообще? И что мы будем делать теперь? Теперь у тебя матраса не будет? Ты будешь спать на доске? На доске теперь будешь спать. Тебе что, новый матрас надо покупать теперь? Надо новый матрас покупать. Вот покупай ребенку такой матрас. И мама покупает ребенку. Теперь у тебя матрас будет неровный. Так он хоть слоями у тебя лежал. Ровненький, аккуратненький был. А теперь у тебя будет неровный, бугристый будет. Стену он взял, все ободрал стену. Зачем деда клеил, непонятно. Я с ним договорился, и он не будет, рвать не будет. Это ребенок. Он все равно рвал. Тут он оборвал. Сначала он где? А, вот здесь вот начал рвать. Я думаю, ну ладно. Рвет, рвет. Все равно ремонт будем делать. Старые обои. Потом туда уже залез. Сейчас вон. Да, куда он торчит, да? Вот здесь вот тоже. Тут, по-моему. А, нет, там уже поклеили. Там все хорошо. А? Теперь ты уже занялся матрасом. И вот тут совсем деда клеил. Кошмар какой, Дима. Кошмар какой. И вот тут. Еще принес. Блин, народ у меня не помещается. Я думала, блин, мне не хватит. Здесь она вот прессованная лежит. А с той стороны вообще ее так нету. Короче, подушку теперь у него здесь будет. Это, наверное, первый шаг к покупке новой кровати. Я так поняла. Все, я надеюсь, больше там нету? Есть. Есть? Нет. Хорошо, хоть подушку не распотрошу. Тут у него лежит доска. Там тоже такие вот были речки. Он туда ноги вставлял и застревал. Когда покупаете целую детскую кроватку, сразу берите, покупайте для него доску. Ну, лучше, конечно, покупать. Это было, по-моему, свекру. Притащил с подъезда откуда-то. У нас, в принципе, по-моему, все так. Все? Полы, которые тут клали, все с подъезда. Все у нас тут с подъезда. Чтобы деньги не тратить лишние. Все старались. Свекру старался экономно сделать. У меня, например, мама наоборот готова переплатить. Чтобы было качественно, да? Да. Ну вот, теперь накрываем. Так начинается сегодня мое утро. Хорошо, я хоть кофе успел заварить. Застегнула. Такая получилась. Тут уже он дырку сделать успел. Я, конечно, честно говоря, знала, что он когда-нибудь это распотрошит. Я знала это. Но я надеялась, что это будет никогда. Сейчас я буду его заправлять. И, наверное, даже вот эту вот простынку буду полностью заправлять туда под доску. Тогда он не будет вынимать ее и не достанет до матраса. Так, смотрите. Цветок у нас переехал сюда. Здесь жара стоит невыносимая. Это у меня гибискус. Папа сказал, что можно его сюда. Что, может быть, он у нас не цветет. Может быть, зацветет. Смотрите, как он пошел. Маленькие листочки уже. Вон их сколько. Много. Вот тут вот. Вон там вообще прям пошло очень-очень много их. Тут тоже вот. Обрезала. Хочу себе еще один сделать. Но не нашла корневин. Представляете? Нету. Куда я его подевала? Куда я его забросила? Я даже вообще не помню. Причем я знаю, что я покупала уже два раза его. И оба я даже не знаю, где они. Вот. Ну, земля, конечно, тут подсохла. Нужно будет завтра я полью, скорее всего, его. Вот. Нужно поливать каждый день по чуть-чуть. Пока жара стоит. И здесь у меня кактусы. Что-то тоже отваливаются. Там надо тоже отсадить. Я хотела. Главное, знаете, что самое интересное? Это один и тот же кактус. Просто вот он. Так, по-моему. Вот этот вот был. От него верхушка сломалась. Вот это вот. И у этого потом... А, нет, вот этот был он. Да. Был вот этот. От него верхушка сломалась. Вот она. Я ее посадила. У этого тоже верхушка сломалась. Он куда-то уехал. Не помню. Кому-то его отдала. Тоже. О, без верхушек. Один и тот же кактус. Но смотрите, кактусы реально разные. Этот прям зеленый такой вот. Прям это. Этот темно-зеленый. Тут как огурцы прям такие хорошие. А тут какие-то они как головастики какие-то. Один и тот же, а разные. Надо же. Удивительно. Ирод. А ну-ка ты нарисуй. Нарисуй человечка. Так же, как я. Нарисуй. Ну-ну-ну, давай, продолжай. Что там? Что-то, что-то уже там. Ой. Ну, это не что-то. Так, каля-маля. Нет, это не рисунки. Нет, это не рисунки. Вот смотри. Смотри, как он рисовать. Вот смотри. Вот голова. Глаз. Глаз. Нос. Ирод. А ну-ка ты нарисуй. Нарисуй. Нарисуй так уже. Человечка. Голова. Ну-ка здесь. Это не интересно. Начни просто с головы сначала. Это не. Да я его шумбол. Вот он кругляшки рисует. Это не интересно. Не интересно. Нет, это не интересно. Вот смотри. Вот голова. Голова. Глаз. Глаз. Нос. И рот. Вот. А ты нарисуй. Нет, 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 нет. Ты нарисуй. Это вот так нарисуй. Ты его руку возьми и его руку обратно. Стоп, Дим, стой. Смотри. Смотри, что у тебя папа. Ура. Смотри. Глаз. Смотри, Дима. Туда смотри. Туда. Вот. Нос. Нос. Вот и нос просто палочкой. Ну, что-то как-то криво получилось. Но все равно. Вот рисуй так же. На, это не рисунок. Это так, каля-маля. Что что? Не хочешь учиться рисовать? Не любишь рисовать? Слона хочешь? Смотри, сейчас слона нарисую. Ну, тоже голову слона нарисую. Вот ухо, вот ухо, вот голова, а вот хобот. Это у него хобот. Учился что ли рисовать? Хобот. Ну, вот такой слон. Давай еще туловичу подрисуем ему. Вот у него ноги, ноги. И хвост. Кто это? Это слоник. Слоник, правильно. Это слон. Это слон. А ты учишься? Мне кажется, ему надо вот такие вот полосочки сделать. Мне кажется, у него это рот как бы там. Ну, урока. Мне кажется, что чего-то не хватает. А что? Нос у него хобот, если есть. Вот так. Как она же там хобот. Дим. Это слон. Ну, что ты? Дима. Ну, и что? Ты рисовать бы учился, а ты? Мне кажется, мне кажется, вующийся Disinfluss. Спасибо. Как вам? Сvéскафалькн.